о чем мой муж постоянно смотрит мотоциклы лежит чай вот выпил о это тоже король лежит привет большой салам большой большой салам дорогой мой салам а я хочу мне дочка попросила девчата лампочки поменяли как хорошо ребята светлее стало не печку никак не уберет завтра его заставлю уже убрать меня тут неделю не было но ничего я я большего ожидала думала здесь такой срач это все нет к муку купила на ну как всегда на хинкал да вот хинкал воду делать клубнику из крутую такую шикарную и это купил мой этот стоит видите да надо его так знаете что я сейчас делаю кисель вот этот сахарный дам хочу спаржу . попросила но она еще не готовая печка чуть-чуть правда заслата и но это я помою ничего страшного проверяю готова не готова нет еще совсем жидкая хочет хочет она у меня моя красавица просит ради моей красавицы конечно на все это ребят на спаржу поставила потом сделаю стеклянные фрукты но фрукты в стекле до или в сахар этом как там со своей родственницей говорила насчет посылки ребята да она тоже бедная так расстроилась я крутая не расстраивайся все были вы все проблемы вот эти были бы разбилась разбила жалко просто красоту такую на что разбилась а так ерунда ребята ерунда она как я таких просила я таких просила я же им сказала что это для моей родственницы вы когда пузырьки будут маленькие уже совсем маленький она будет уже готова вроде получилось что получилось не знаю учета получается вроде сейчас это надо быстро если нет это это не получается понимаете вот так и в холодную воду вот так и в холодную воду я со льдом может быть не надо было со льдом так она 5 штук попросила я чуть чуть больше сделала из-за этого она тоже конечно это же надо быстро она быстро так остывает все вытащить уже какие они красивенькие это сюда теперь эти они же должны быть еще красивые сразу оставает мащего хорошо получается ребят этот не не уже не идет на этот уже не идет на на 3 ложка прилипла на давай уже все на последний осталось получится как получше уже все остыла а вот я люблю мандарины мне нравится очень даже вкусные ребята она же не есть вот так хоть обманываю да ну хоть это сахар какой-то витамин к салону будет кайта на иди сюда тот день я сделала ребята нет виноград понравился на скал нет а мне нравится так идем попробуем вдвоем а а томаса вытащили он хотел он хотел в туалет кайта на так вас поставить вот загадка вот так поставлю вот так и подниму а ну давай попробуем скажем нашим подписчикам как давай я буду это пробовать а 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 Конечно, да? Пойдемте, чувистом сказать. Пробую? Пантуйца. Портурецита. Манчана по мне. Это ягарь продумал. Да, сюда какая-то, Надька. Липнет, да? Еще как липнет. Ребята, знаете как? Ставьте на огонь. И короче, не спешите. Поняли? Зубам липнет. Знаете, я че ходила? Лимон был бы вкусный в нем, а? Кайтана, лимон можно делать у них. Лимон вот так раз. А потом, когда ты завариваешь чай, А какой пункт она, если ты заваришь? Она не хрустит, ничего так же. Я херню сказала. Как всегда. Короче, как-то так. Доброе утро, девочки. Официально я завтра дежурю. Да. Но я сегодня свободна официально. Но у нас так устроено, что вот старший резидент с младшим резидентом, и обычно по выходным редко бывает операция. Ну вот он сейчас позвонил и сказал, что есть операция под секцией. Ой, Дианочка, я чуть-чуть расстроилась. Ну ладно, потому что я и мясо купила, знаешь. Да ничего страшного. Ну ладно, а когда ты сможешь? Следующую неделю сможешь? Ну короче. На следующей неделе у меня то же самое, что на этой неделе получается. Помнишь, вот я же говорила, на следующей неделе вот то, что ты мне сказала. В воскресенье у меня дежурство. Да. Я попросила поменять с девочкой в субботу, но у нее сестра тоже, она резидент. Да. И она сказала, что если сестра сможет поменять, то она тоже поменяет. И ее сестра сейчас ищет человека, чтобы поменять. Ну ладно, Дианочка, у нас знаешь, что говорят? Да, значит не суждено и все. Ничего страшного, я только хотела поставить мясо варить, потому что думала хинкал на пару сделать и тонкий хинкал сделать, да? Но ничего страшного, Дианочка. Твой подарок тебя ждет, он тут, потому что он не портится. Так что ты не беспокойся, Дианочка. Вот такая вот у меня резидентура. Хоть вроде бы свободный день, да, но там порой вызывают и приходится идти. И завтра еще тоже весь день и понедельник. В общем, эта неделя нескончаемая какая-то получилась. Ну тебе же нравится эта работа хоть как минимум, да? Хоть это тебе... Или как ты тоже устаешь, надоедает, да? Надоедает, да не надоедает, но оно выматывает ужасно. Вот вчера был единственный день, когда я увидела солнечный свет. На все недели, ты представляешь? Это очень выматывает, мы все убитые там, честно. Ну очень много работы, потому что для семи людей, которых нас всего в коллективе, это очень много работы. Мы каждый день выходили оттуда в 9-10 вечера. И на следующий день опять снова. И вот я думала, сегодня хотя бы отвлекусь немного, развеюсь. И только вышла из ванной и вот это. Мы уже все, мы все хотели тебя увидеть. Ну, Кайтаночка говорила, ой, как хорошо, что Диана придет. Кайтано все свои планы отменила, хотела куда-то там пойти, говорит, не пойду. Ну ничего страшного, Дианочка, моя радость, мое солнышко. Ничего страшного, мы же не за Дианом. Только одни выходные в месяц бывают, когда я свободна, суббота, воскресенье. И там вот меня точно не могут вызвать. Ну вот, когда это будет? Когда это будет? Это вот одни выходные в месяц, только это не следующее. Ну вот, когда вот эти выходные будут, скажи мне заранее. Потому что я же не дома, я же на квартире, я вот вчера пришла. Я сейчас встала чуть-чуть пораньше, думала, пыль вытру туда-сюда. Потому что меня же неделю тут не было. Ну ты же сама понимаешь, когда недели у тебя нету. Мой муж был, печка застратая, все застратая. Думала, чуть-чуть приберусь, хотя я знаю, что ты свой человек. Это неудобно и неприятно, и сама тоже расстроилась. Ничего страшного, Диана, если из-за меня, не расстраивайся, радость моя. Не надо, не надо, не расстраивайся, если ты только из-за этого. Ну конечно, чтобы ты не отдохнешь, вот это плохо, солнышко. А так, Дианочка, ты не расстраивайся. Они просто ужасно болят от того, что я постоянно по столько часов на ногах. Ты когда приедешь, я тебе массаж на ноги сделаю, я умею. Я тебе сделаю массажик радостный, поухаживаю за тобой, как за своим родным человеком. В те выходные, вот в феврале, которые у меня свободны, суббота и воскресенье, я обязательно к вам приеду. Обязательно не говори, Аллах по юрсалю. Да, Аллах по юрсалю. Аллах по юрсалю. Да, Аллах по юрсалю, приедешь. Ладно, солнышко, подожди, сейчас я выключу. Да, мне надо тише собираться в госпиталь снова. Я себя всегда тешу в этих ситуациях, говоря самой себе, что тяжело учение, легко в бою, что чем сложнее, тем больше вижу, тем больше учусь, и мне будет легче. Это единственное утешение. Но я тобой горжусь, ты молодец. Это не по-человечески вообще. Но я тобой горжусь, молодец, ты из Дагестана, ты наш человек, приехать в Испанию и вот так работать, и вот так, ну хоть у тебя сейчас, как говорится, стажировка, да? Опыт набираешься и все, зато будешь хорошим специалистом, радость моя. Аллах по юрсалю. Конечно, конечно. Спасибо большое за понимание, Луня. Я тебя очень понимаю, почему нет, я же тоже человек, ты что, я же тоже человек, я же тоже человек, понял, она у меня тоже бывает. Я прекрасна, вот смотри, вот Истеван, вот смотри, вот Истеван, вчера мы домой едем, мясо взяли, все взяли, я ему говорю, завтра ты хорошо, что свободен, будешь мне помогать туда-сюда. И мы домой едем, и его шеф позвонил и говорит, ты завтра должен, хочешь или не хочешь, у меня гость, он такой, ну вот видишь, он сегодня ушел в 6 часов утра, и вот сейчас только что в дверь зашел. И такое бывает, понимаешь, там какой-то, вот эти же есть, которые спрайтом и пишут, там, где-то там этот будет рунен, короче, а там спрайтом написано некрасиво, чтобы вот эту стену помыли. Вот если он пошел с утра, он сделал и пришел. Но ничего, сейчас ему тоже скажи, что ты не пришел, ничего страшного, Диана только из-за меня не расстраивалась, и все нормально, Дианочка, радость моя. Конечно, 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 только ты заранее мне скажи, чтобы я в доме прибрала. Да не переживай за это, я тебе была прибраться. Я шучу, радость моя, я шучу. Если вы, если захотите, вот в эти выходные приехать, смотрите, здесь, кстати, так тепло. У нас тоже тепло. Если ты ко мне приедешь, ты потом поймешь, почему я не, вот, мне так неохота, ты поймешь потом. Конечно, нужно ради девочки, да, но у меня так хорошо. Вот здесь я стою. Да, я понимаю, на самом деле, там на реках, тихо, спокойно. Вот ты вот, вот ты приедешь, и ты почувствуешь себя, как в Дагестане. Да? Да, вот ко мне домой придешь, ты почувствуешь себя, как в Дагестане, как будто ты на родине побывала. Ой, будь здорово. Хорошо, целую тебя, Дианочка. Я побежала, давай. Давай, радость, давай, 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 я тебя тоже радость моя, давай. Вот, девочки, здравствуйте, мои милые, мои дорогие. Встала, искупала себя в порядок, привела в ванную, но зато хоть благодаря, благодаря Дианочке. Вот, она мне тут писала и позвонила. Гоня, доброе утро, надеюсь, не разозлишься на меня. Приятно говорить на этом, позвонили, мой младший резидент, и мне нужно идти в госпиталь на операцию экстренную. Так положено старшему резиденту, чтобы помочь хирургу. Хотя официально я дежурю завтра, а сегодня у меня свободный день. Такие у нас правила. Бедная девочка. А я мясо купила, ну, ничего страшного, сделаю хиком для Эстевана. И для себя, конечно. Ну, думала, приедет. Готовилась, девочки, готовилась, если честно. Ну, ничего, ребята, всякое бывает. Доброе утро, я вам сказала. Ну, ну, нечего. А я думала, лежала уже, ну, уже проснулась, просто лежала, думала, какой поднос поставлю какой-то. Видите, заранее никогда думать ни о чем не надо. Девочки, я не расстраиваюсь, но все равно я хотела, я уже и висю сделала, и висю он сделала. Это от щитовидки то, что я пью. Надо за полчаса. Вот так. Купил мой муж, пошел. Я такую хорошую муку купила, чтобы хинькал сделать, да? Думала, я ей хинькалочек делала. Сладости купила, да ладно. Значит, так нужно было, ребята, вот и все. Так, сейчас я на своё кофе, ребята. Ну, раз мы приезжаем, спокойно тогда. А то все равно, ребята, кажется, что нет. Ну, человек, кто сюда едет, готовишься всё равно. Я вчера такой пиджак купила, красивый, вся я. Ну, красивый и некрасивый, я вам сейчас скажу. Моя дочка ещё спит. Я с утра сполоснулась, думала, голову помою, не помыла, потому что не нужно было её мыть, пока нормальная укладка, пока держится. Вчера сейчас пиджачок такой я симпатичный купила. Я никогда, ну, я вообще в Хортефель свою верхнюю одежду покупаю, да? И я давно хотела такой пиджак. Вот такой я потом одену, покажу вам. Этот, прицепила. Эту пиндюрку. Так, хочу этот крем, который... А куда я его положила? Сейчас уже не помню. Куда я его пихнула? Сейчас посмотрю. Ребята, еле нашла. Чего у меня только нет. И всё такое хорошее, ребята. Это для солнца, ну, с тоном макияжа, да? От него у меня глаза плачут. Мне кажется так, я уже не помню. Это тоже покупала для этого. Это тоже покупала, для ресниц покупала. Вот этот крем, ребята, очень хороший. Вот этот крем, да, для шеи, для всего. Сейчас, короче, протестируем этот. Потому что я его ещё... Сейчас прикрытись, такой вот этот. Они же его показывают постоянно. Вот эти китайки, которые не делают. А это пришла вот штучка с ней вместе. Которые они вот так мажут. Сейчас, короче, всё проверим. Ну, я думаю, что это какие-то хильные. А это... Которые они вот так делают уже. Короче, всё у нас есть. Вчера такую кисточку купила себе с кайтаночкой по Диве. Да, у меня есть, ребята. У меня есть даже больше. У меня всё есть. Можно же где-то было. Да, вот оно. И вот это тоже у меня есть спонжик новый. Я новый купила. Такой красивенький. Так, мусор пока сюда. Так, сперва... А сперва мы сделаем... Это... Так, надо было бы сперва полоса... Убрать. Вот так. Лицо чистое, помытое. Вот так. У руку сполосну. Что она? Чуть липкая такая. Короче, сейчас посмотрим, ребята. Они так это показывают. Вот так вот они показывают. Вот так я и сделаю. Прямо они говорят, посмотри сюда и посмотри сюда, мол. Пипец, короче. Но они мажут такое ощущение, ребята, что им подарили. Так неудобно с этой штучкой. Они же все помешаны на этой белизне, что, мол, белая-белая была кожа. А, да, сияет еще. А я прям такой аутор не вижу. Ну, посмотрим. Может, мало нанесла. Они прям слоем наносят. Вот так вот эта брызгалка есть, а не для шеи делает. Какие у меня зубы. Ребята, это то, кофе. Продолжение следует... Вот эта штучка херня, но она нежная, ну да, это, я так еще близко себя показываю. Э, а мне нравится эффект этого крема, пока нравится, посмотрим сейчас. Так, я с кисточкой хочу это сделать, чуть-чуть я ее, чуть-чуть вот так, я ее намочу, но совсем чуть-чуть. И сейчас сделаем тональный крем. Ну как ложится будет с тональным кремом? А где у меня? Я вот этим тональным кремом пользуюсь, ребята. Я его попробовала, первый раз как попробовала, он мне сразу понравился, да. У меня была такая специальная палетка, которую я наливала. сейчас, сейчас, сейчас не вижу. Ну, хорошо, вот так. Сюда нажми. Ну, его совсем чуть-чуть надо, он, он такой, знаете, долгоиграющий. Он не всем нравится, да, но мне нравится, ребята. Сюда нажми. embarrassment, а в описании. Всюм. Сюда. 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 Боже мой. Иди ты. Неплета, дай. Я, я,。」 Я, 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 вел-ня, я, 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 чтоб, я, 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 ков, я, я,笑иваю. Как я давно себе не наношу тональный крем, я вообще Продолжение следует... как я рада что я эти брови убрала ребята честное слово никогда не делайте татуаж бровей лучше не трогать у вас должны ужасные брови чтобы она вот это это для корректирования а я его даже корректировать не умею как его там корректировать короче я видела как они отсюда и вот так что я не умею ребята я никогда не делала вот так все такую херню сделать такая теперь это так где я крышка короче стало все ясно хера это хайлякты что-ли да я наоборот все угла для этого у меня есть это одна кисточка все что-ли давай как была красавица так и осталась красотка так теперь пудру раз уже пошла такая пьянка ребята давайте сделаем на себе чуть-чуть стрелки тоже или это было так сделаем на себе чуть-чуть стрелки вот такие это мне сестра дарила хоть она наверно уже и просрочилась но мне плевать что она слишком мокрая а мой муж так спокойно отнесся что детка не приезжает девочка не надо у меня же татуаж на глазах мой индюк сегодня под окном орал мне вот это где плохо накрасила я уже не вижу ребята не надо вот это зеркало большая это зеркало большой ну его нахер для там так короче вот так и сейчас чуть-чуть реснички ну совсем чуть-чуть ты вообще разошлась так я купила а вот же у меня есть другая хорошая душа ну какая-то она не спрашивает хорошая я купила 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 а пиджак девочки за сколько я купила никогда не угадайте честное слово я так давно этот они по 70 по 80 евро были пиджаки но мне как-то было жалко да и размера не находила знаете если я размер нашла может быть даже и не посмотрела вода то день зашла я в этот картефель и кисели мне был маленький но он такой это неправильно пошли потому что я знаю что мой размер excel и это самое примеряю а он мне вот не застегивается даже близко знаете было бы там чуть-чуть пиджак и так ты не застегаешь но все равно чтобы не видела дошла на те маленькие это было видно а это вчера я все я зашла не знаю это я вообще там не очень люблю вещи потом немецкие но там но не сопровождает с моим вкусом короче некоторые вещи это редкий случай что там что-то нахожу там для дома домой носить там платье там ночнушки да там бывают хорошие ночные а так нет так вот захожу и что-то смотрю смотрю там пиджаки я уже да вот есть думаю так и раз цвет коричневый не очень да мне нравится он моего павлина такой уже хвост ребята становится каждым разом больше и больше так румяна наверно с этим сделать примеряем так этот вот там были зеленый красный на распродаже они стоят так вот там написано скидка смотрю xl вот это было мне так нравится это . себе покупала а сейчас не было я очень люблю румяна ребята посмотрите как хорошо стало сейчас я вам покажу очень хорошо ребята только губы остались и все и примеряю пиджак смотрю о и место он говорит на тебе идеально я варис ты он угадай сколько он стоит и такой вот ну не знаю но можно этого видели там 69 70 80 60 или но 59 90 он такой вы даже не знаю я говорю 1499 это он даже не думай купи себе ты ж так давно хотела я давно хотела уже несколько лет смотрю но мне почему-то всегда казалось что пиджаке мне мне будет плохо что я буду как тумбочка я же маленького и даже капли не сделал ничего он диана ты меня расстроила что не приезжаешь да я даже капли себе сыр и учитался 95 купила девчата и довольна ребята крем-то нормальный а я же пудру не сделала я же пудру хотела делать зафиксировать зафиксировать бай херси и так фикса не и крем не диана ты меня сбила во всем ты вот такой красивая вот так короче все привела себя в порядок сейчас одену вот так смотрите как ничего ну губы не хватает знаете в нашем возрасте чем меньше тема в моем возрасте уже чем чем меньше тем лучше вот так сейчас губы сделаем сейчас вы сейчас оденусь будет совсем другая вот эти ботинки тоже одену смотрите как пиджак сейчас одену ботиночки они как раз подходят коричневые но не то что подходе они хорошие знаете на обувь не жалею что что смотрите какие некрасивые сколько лет уже им на года 4 но я их не так часто раньше чаще одевала сейчас не так часто а мне вообще есть одни светлые тоже дорогущие я их вообще не помню один раз отдела или нет обувь у меня но она вся однотипная да надо поэтому сейчас покажусь возьму сладости подружек тоже редко видимся сейчас сумку мне надо поменять но она подходит видите аляс очка висит у меня так сейчас я вам покажусь а девчата чё понтоваться просто хочу чтобы посмотрели как я себе я себя сегодня нравлюсь одела черную футболочку она новая тоже вчера купила вот это и вот это вместе она досуды рукава и вот мне нравится что я вот так рукава подвернула вот такой пиджачок у меня он так на мне и застегивается ребята все хорошо спокойно застегивается даже свободно даже можно еще пару килограммов похудеть не было ребята больше других размеров да вот именно этот можно было на один размер меньше попробовать ну почти дареные ребята за 14 евро 14 95 15 евро вот и накрасила себя неплохо да сегодня скажите я думаю неплохо и губы накрасила сейчас погода ребята слышите мою уйти мой индюшка поэтому все кто-то не прыгает сейчас испачкаешь меня вот так ребята на улице вообще красиво а тут бараны это его а тут барашки это все так что вот так я выгляжу сейчас вам на солнце тоже покажу чем не стесняться ребята я вообще себя не стесняюсь свет смотрите какой коричневый он такой в клеточку я думаю что видно он такой черную клеточку прицепила сюда это ну можно моделью работать нет но мне нравится самое главное я себя в зеркале вижу и мне нравится свой свой вид он я чуть-чуть зеленоватые брюки одела под подсумку меня сперва надо сдвинуть чтобы украсть вот так короче поехали а я даже не расчесалась вот так руками сделала и все зато рожу накрасила